Чернозем Но уже не мною лично А уже как бы народом Где-то даже наукой Уже давно принято Разбавлять чернозем песком Вот считается Что он сильный, жирный И плохо годится для корней Я это воспринял вначале как информацию Так Вот Потом наблюдал как себя ведут Эти самые В разных местах У нас же тоже есть И чернозем у нас есть И глина, и суглинок Есть даже чистые камни Больше ничего И получается Ну все, все И чистый песок, все у нас есть Ну и как-то у меня постепенно сложилось такое мнение Что Письма Шли годами И вот У меня все прекрасно Я завез чернозем Посадил и не растет Вот эти же мои же и не растут вообще Или вырастают к осени Ну буквально будучи из карандаш Вот Тогда я вспомнил, что Ну и наука вроде советует Разбавлять чернозем этот самый Вот Это там максимум гумуса А я так понимаю историческая родина абрикосов Это там Или Такая Полупустыня Не зря же у нее Штиржевые корни имеют Вот И получается Чернозем Он плохо впитывает Влагу Есть такой момент Почему я против него Она как-то Складывается Постепенно Как кирпичик кирпичику Много десятилетий Вот Я вспоминаю Черноземная земля Едет лошадь А это у классика у кого-то я не выдумал Да Справа лошадь тонет По полностью По колесам Полностью А потом еще и лошадь Ого Пытается вязать Вязать По брюху А почему это У нас же как дождь прошел так сухо На второй-третий день А здесь что А здесь сухо не получается Это значит что Он держит влагу Вот так же как глина держит влагу Да А нам абрикосу противопоказано И чернозем Вот тот самый чернозем знаменитый Где знаете как Сошел с этого С тропинки Или там с этого С тротуара С этого С асфальта И сразу По коленам грязи Вот это и есть настоящий чернозем Он держит влагу Не знаю как мог объяснил Так У нас тоже сад задернен Косим часто Так как трава прет Вот это самый 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 Скошенный Быстро перегнивает Осенние листья Моментально перегнивают Много Держит черней Читал что в задерненном Саду плоды из дерева Содержат больше витаминов Кус лучше чем в дереве Черная пара Абсолютно точно Извечет Почву Я всегда поражался Да Сейчас Представляете какой-нибудь большой Большой дядя Который Больше нас с вами Ну раз в двадцать Подъезжает на своем каком-нибудь В этом бульдозере И сносит наши Дома вместе с нами Ну и так это Мимоходом Так Всех привет Архангельская Так Так Поправьте пожалуйста Микрофон Так Всем добрый вечер Плохо слышно Вот бы основать НКО и институт имени Железного А сейчас Разбежались И обучать Как профессионалов С дипломами Будь то заочное Отделение очное Я бы прошел обучение Спасибо за доверие Не будет ничего похожего Кишка у нас тонка Ба это самое Денисенки попробовали Вот И ничего не получилось Денисенки это мои друзья Так Многие Доводы Добиваются Докуратом Обучением Занимается Только Железным Ну Неплохие Докураты Понятно Но не каждому Это Быть А таким как я Злым И оратором У каждого Своя Смысл этой жизни Так Выглядит Капельный Польюк Но и такой Польюк Предполагает Ненапростоянный Польюк В 2-3 часа За это время Почва пропитается И Польюк Отключается На поверхность Раздел воды И очень экономный Расход Дело в чем Когда вы капельками Подаете Вода Испаряется Через Так Листовой аппарат Он капает вниз Аппарат Испаряет Капает Лист Аппарат Испаряет Когда Есть такое Знаете Вот Природа Она устроена Немножко иначе Чем Мы хотим ее Как бы Искусственно напоить Например Вот ваш ребенок Он на ней в 3 комнате Не спят Я Допустим Говоришь Ну я скажу Выпейте 10 этих За 2 часа 10 стакана воды Представляете Что будет Или выпейте Пол стакана воды Что будет В одном случае Очень плохо будет В другом случае Еще хуже Обезвоживание Попробуйте Здесь так делать Вы знаете Что такое природа Как она устроена Природа устроена Так Перед дождем Откуда узнают Муравьи про дождь Не известно А они берут И за несколько часов До этого Законопачивают Все эти В ходе Выходы Своих Моролейников Построены Так гениально Что нам Такого в жизни Не построят Все Природе Происходит Взаимосвязно Как Часть Только мы Туда Не пишемся Еще раз говорю Попробуйте Вы ребенка Ну вот Представим себе Что каким-то путем Ну сверхъестественно Но в ребенку Род попадает По каплям Вода Два-три часа Вот как вы говорите Два-три часа Два варианта Обезвоживание И захлебнется И улет Вот то же самое и здесь Апликосы Исполнилось Пару лет Все Забудьте Про полив Вообще Какой Капельный полив Груша Три года Исполнится За это время Она за три года Уйдет на два На три метра Я пытался Да Пожалуйста Купите У нас Установку По капельному поливу Я не могу Я сад Угробить Я говорю Доложите трубку Дальше Я готов Такого Договорю И на этом еще Так Кто будет Франсировать А сейчас Кто пойдет Если он будет Минусинский Так Кто из Иркутской области Напишите мне Любовь Волкова А если кто Логограде Вот чем хороши вебинары Давайте Связывайтесь друг к другу Так Организация вебинара Мелочь Умение их вести Интересно Не перескакивая Это Всевышнего Правильно Так У меня Привитых черенков Ветки идут не только вверх Но и вниз Я их оставил Ну наконец-то Что-то умное Я услышал Что вы оставили Да конечно Это здорово Это замечательно Это Надо Понимать это Чувствовать Что невеста К дереву Какое-то это самое Господь Бог Так он сделал Не нам его судить Так Как вы видите Момент Сколько Движения По первым Приват Лучше До Или после Лучше Во время Начала Чуть Под бутылкой Оно Раньше Начнется Номер Скажите Скажите Вы Там Их же полно По Сибири Полно В Москве Ну то есть Как бы Та самая серая зона Я исключаю Самый юг Где может быть есть Настоящие питомники И настоящие садницы Которые все равно У нас поможут Но хотя бы настоящие Не из этого Не из Сербии Не из Польши Там уже Как мне рассказывали А то Аж Весь брак Не просто Саженцы А дешевый брак И вот Это Наглаз Это Это И Просьба Ну Поговорить А потом нам Рассказать Можно Письмо мне писать Можно Записать Как Этот разговор Что они ответили Когда Вы спросите Откуда А где Ваш сад Почему нет фотографий Ваш сад Она что привита Вот тут сразу Плыть начинает Средневая выпущенная информация Подскажите Где посмотреть Про сроки Полношения Черт их знаете Эти сроки Вы знаете Я Беру Допустим Абрикос У него все знаю Сроки Полношения Непривитый Абрикос Так Непривитая Вишня Непривитая Слева Я с ним лучше знаком Так Они Могут начать Плодоносить Четвертого Пятого Года Ну я исключение не беру Третий год Один из сотни Где-то на четвертый Пятый год Это нормально Не Привитый Привитый Перевозка В этих горшках В этом Микроаптолусе Вот это Крайние случаи А яблони Вот у него Я показывал Его питомник Ну вот там Трех-сероклетние Которые остались Как матрица Сенса На них Яблоки Висят Груши Я вам часто показывал Яблоки Но это не значит Что вот Пять груш Это Пять груш Восемь яблок Это у себя Вам нужно Чтобы они Быстро Расли Для этого Нужно что? Чтобы они Были нормально Привиты Чтобы у них И это Самое Не могу я сроком Точнее назвать Ну нет такого Что вот Обязательно Пятый На восьмый год Ну нет такого Теперь Институт Проводоводства В Москве Все прекрасно Я смотрел этот Другой институт Где меня Лишили этого Там Где для слова Лишили За критику Чуть другой институт Так вот У них Питомник Они продают Они И Продают Саженцы Ну Террина Александровна Протвердились Безобразнейшие Мы будем считать Что Вам пока Повезло Потому что Штабы делают Искореченные штабы На долгих хватит Так Груши сварок Блодоплодоносит Но плоды кислые Есть невозможно Что-нибудь Можно сделать Так Так вот Груши сварок Она Ну я их Обнаружил Ну Скажем Двадцать пять назад Я Немножко Не дошел Вот Еще бы Немножко Я бы Я показал Эти фотографии У соседей Где она Первая Начала Плодоносит Были Крупные Даже Огромные Плоды С легкой Горчинкой Но Совершенно Вкусные Когда я их Перенес К себе Молодые Прекрасные Были А со временем Особенно Помните Там Лежали огромное Количество Плодов На дереве Или под деревом На траве Гнилые Тут Из-за того что Вырожая Такие Они стали Есть невозможные Сильнее Обрезки Если Не жалко Ее Так Можно Крону Привить Несколько Других Сотов Она Тоже Гибридом И Она Станет Вкуснее Особенно Если Получается Из-за обрезки Укоротятся Вески То есть Сильнейшая Обрезка Или Молодость Как бы Молодость Или Годится только На перепрививку Вот Я всегда Говорил Что это Особый случай Ее сделали Для Сибири Она Морозостойкость Дикая Почти на уровне Уссурийская Уссурийская Груша является Одним из ее предков Но Я никогда Не хвалил По своему качеству Я говорил так Уссурийской груши Нет Привайте Черники Культурные Груши На Кроневые Позы Дикой Засосы Можно Нужно Почему Нет Везде Где есть Возможно Откнуть Все равно Откните Груши А Вы Думаете Что Получится Все Кроме Абрикосы У нас И только Приспособлено К моему климату В сентябре Все плодилось Что-то в начале сентября Что-то в конце сентября Разделить почти невозможно Почему Разделились Ранее и позднее Абрикосы Когда было Единственное Холоднющее Лето И Сырое И тогда Они как бы Разделились А когда Дикое Жаркое Лето Чуть ли не в одно время И все 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 Было не там легче Сейчас Все лежат В холодильнике Чтобы Взять Не семечки Я гною В тепле Они лежат Не портятся Вот это Зимние Там можно Разделить Так Можно Взять Членки С этих Дерев И Приедет На свои Сенцы Ради Бога Я членками Торгую Сан-Ди Север Володовск Область Райан Дмитина Питомник Поворачивание Ух ты Там Растет Абрикосы Абрикосы Дело Володовск Абрикосы Кажется Что Его Карьера Этого Абрикоса Его Жизненный Путь Прекратился Только Из-за Этой Дикой Бешеной Дебильной Обрезки Этой Об этом Россия Не знала А он Был А пока Россия Узнавала От меня Например За это время Начитались Превышательного Хозяйства И пошли И все остальные Вон У меня Шапы Забитые Я это называю Бульварная Литература Только Для Гвоздиков Все Поуничтожили Вокруг Сейчас Может быть еще Абрикосы Больно Говорить А Ставенков Разжимай Ученик Да еще Из каких Какой мужик Если Вы знали Он там Я не знаю Открыл Не питомник Митина Это же Ставенков Толковщий Мужик Он потом фильмы снимал Он рассказывал Про магиотехнику Он там Садился с людьми Прямо на улицах Там Школы Я восхищался им Вот почему И ведь смотрите Значит Это Значит Шена Мерла Раз есть Ставенкова Есть Митина Здорово Теперь еще Пару слов Я хочу На последних уже Как бы Остановить этот процесс Так вот Самое главное Я Мысль только одно Где-то Однажды Но это должна Полностью Сто процентов Сейчас В Минстерхозе В Академии наук И в Министерстве Образование В руководстве Нет ни одного Здравого Человека Посадите Семечки Надо было Остальное место Готовить Нет Сейчас Два варианта Остальное место Готовить Я бы Половину Может и посадил Осенью Но не все Потому что у каждой Посадки Осенью Есть свои Достатки Я столько раз говорю Неудобно повторять Но вы не опоздали Потому что Сортификация Более надежная Вещь Чем Осенью Здесь Шансов У нас Сортификация Сортификация Необязательно Осенью Да Уже Все Наверное Последняя моя фраза Мне Нужна Трибуна Типа расширенного Заседания Академии наук Если кто-то Когда-то Там В Москве Ополнится И даст такую команду Собрать чехакадемиков И пусть сидят И слушают Потому что На данный момент Я Перечитал массу Литературы Я знаю Все эти Стандартные методы Все это Смерть Садам Перестроить Может одним Дать команду Слушать А потом Выполнять Вот Может быть Какую-нибудь комиссию По переделке Этих самых Стандартов А стандарты Переделок Новый регламент Посадил Хотите За несколько секунд Посадил Семечку После Сортификации Вот Посадил На небольшое Возврешение Символически Закопал Символически Да Если это подвой Значит Привил Это отдельная учеба Там надо несколько минут На это всего лишь Вот Или вырастил до плодоношения Не перекапывал почву Не отрезал ветки Не делал искусственный штаб Не отрезал ветки Которые Которые Не полноценные Якобы Не отрезал ветки Которые Больше почему-то трех В одном ярусе Вот Короче не калечил дерево Не калечил почву Все Но там бы я рассказал подробнее Нужно расширенное Заседание Академии наук И месяц за парту Потому что Надо рассказать Как Как Отличается Уже Тычинка от тычинки Вот Почему И как Использовать Телегонию Таких А что это такое Не знают Геропатогенные зоны Не знают Чтобы каждый академик Который Просидит месяц На моей лекции Не вот эти люди Три человека Который Последний раз Семинар был Трое желающих А чтобы каждый академик Рамки сделал Своими руками А я бы научил Научился искать Геропатогенные зоны А потом Своим студентам Это все передал Вот А потом еще бы В своих квартирах Замерил бы Все эти геропатогенные зоны Переставил бы Кровати Переставил бы Письменный стол Переставил бы Диваны Вот И у нас бы сразу бы Это Исчезли бы осень В полицах Но для этого надо Чтобы там наверху был Настоящий руководитель Вот А я думаю Исчезли бы Настя Исчезли бы Продолжение следует...